свой рабочий день 18 ноября я начал раненько в 5 утра взял при trip inspection проехал тут буквально 6 миль мне было доехать до разгрузки подождал ну и выгрузился уже стою артель вот такая она большая выгрузила свои пивные банки и стал жду новую работу работы пока нет надеюсь дождусь пока там мой диспетчер покопается но и наверное все таки я сегодня уеду куда-то отсюда погода поганая она такая пасмурно как-то где-то градуса два тепла не больше но ожидаем работа такая стекло совсем треснуло уже когда солнце светит в глаза так такие блики на этих трещинах прямо вообще невозможно ехать ну это до первой инспекции заставят менять так стоим ждем получила новый адрес загрузки и еду тут американские горки но нам пока не до них все время орет что ограничения для траков кто-то хрена непонятно что едем ограничение по весу 10 тонн какой-то бред конечно вообще армии конечно выдает такие иногда перлы на голову не налазят в так и чем он а и 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 аж где-то 40 миль груз на дэнвер сказали полога хорошая хватит линька не да сейчас выключен на тринадцатом хайлэе ничего такого примечательного в общем обычно погода плохая еще и ограничение скорости 50 дополнение ко всему плохому что-то из него сыпется где-то до береги вот так вот тут все выглядит такое вот она а ну да это ж этот городишко блуминтон через него мы проезжали только по фривею интересное строение ну покатили а этот поселок называется барнсвилл ну и чем он отличается от блуминтон ничем такой же покраснело подожжем пока позеленеет нагрузка на ось 9 тонн предел этот кричит шатраком нельзя мы едем какой-то поселочек тут какой-то поселочек тут не будем мы поедем прямо надеюсь проеду под этим мостиком ну да как бы проехал ну притык ну покатили ну покатили в такой глухомане тут вообще люди по моему не живут ну вот какой-то тут фермер вот такая дорога просто идеальная как полированная едем осталось фигню доехать ограничение 9 тонн на ось все время орал что траком нельзя короче выключил его нафиг вот вот осталось 7 миль где-то тут это хозяйство через полмили куда-то налево там повернуть где-то тут сейчас найдем ага ну где-то тут сейчас найдем это вот тут вот она где-то сейчас узнаем ну вроде бы вот это вот оно сейчас пойдем узнаем где там офис а там он наверное грузится ну в общем сейчас все узнаем да это контора ну не известно буду ли я грузиться вообще пошел спросил какой вес сказали 45 тысяч с лишним я не могу такой вес взять это будет овервейт больше 80 тысяч потому как у меня полный деф полный топливо полный деф полный в общем не получится позвонил диспетчеру разбирается сказали будет 40 тысяч а факт 45 с лишним вот это вот так вот ребята встал я на рэмпу гружу какую-то хрень блин не знаю в мешках что-то там такое пойти глянуть что же оно там такое так лаудлаг не забыть так вот это вот что-то грузит там такое вес большой но вроде бы один палец скинули надеюсь все будет хорошо вроде бы 43 с чем-то должно быть вместо 45 но поедем все равно взвесить последний палец кинет и будем ехать на взвешивание нагрузились получили документы и будем выезжать сейчас поеду на взвешивание в общем еду где-то какой-то highway 19 ну короче какая-то хрень ага вон трак идёт значит можно сейчас на 56 хайвей свернём потом ещё куда-то свернём как-то вот так он 17 миль за скейла сейчас налево кусочек 56 хайвей проедем и обратно станет на 19 направо тут люди живут радуются это минесота ага уже значок 19 будет на проводку на проводку на проводку на проводку на проводку ну да ну да как бы тут шо тут делать я не знаю ну да радуются люди в жизни тут давай направо о тут даже аэропорт есть нифига себе вот это да аэропорт ребята вот этой глуши глухомания ну это конечно да ну такой бы себе самолётик купить жёлтенький ну какая классная вещь маленький ну поехали вот такой у них тут более живётно-посадочное просто в траву господи боже упокой души рабов твоих несчастных церковь поехали 45 такой посёлочек маленький без наименований вернее без названия вот автомобиля да да мы едем ух ты ты чернозём ребята настоящий катимся какой-то институт сельскохозяйственный болит не забывай о ограничении скорости 45 мало тебе едем по-моему вот такое тут хозяйство фермер живёт шеллочки ну красиво молодец все поле не убрали наверное дизельки нет нечем или времени нет а может и то и другое вместе едем населённый пункт Норфилд ограничение скорости 30 до 10 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 труба тут какая-то наверное какой-то завод более все пострижено вот это вот предприятие к нему труба ух ты все с такого кирпича красного стадион тут у них ну вообще молодцы все хорошо едем помалу вот такой вот городишко там направо сейчас вот это машинах понаставляют тут блин и так не повернешься так сейчас налево вот скульптура ну конечно дизайнер постарался так едем пока и направо такой вот городок тут запутанный лево-право право-влево ну вот вот так и едем уже недалеко 7 миль так ребята продолжим путь заехал взвесился на трейлере перегрузка 35 500 подвинул оси ну вроде выставил не знаю легально там или нет они ну по крайней мере вес должен быть легальный ну и поехали ну и поехали ну и поехали еще буду ехать а 4 с половиной часа и на сон вот такой вот какой-то рваный день сегодня получился не очень удачный долго стоял ну едем все все ничего интересного это 35 фривей на юг по нему я доеду до восьмидесятки поверну направо цель аврора в штате колорадо ну там мы уже были собственно и все вечереет как-то пасмурно ну ничего интересного на этом я с вами прощаюсь до завтра посмотрим какой завтра будет день спасибо всем кто посмотрел это видео всем пока пока